и нет приветствую тебя очередная встреча собственно обзор обзор ситуации технически и фундаментальной того что на рынках происходит на финансовых площадках действительно неплохо в плане тенденции волатильности давно мы уже ожидали что точно должна возрасти сейчас тренды укрепление рисковых активов и снижение интереса к защите если говорить о курсе американского доллара классно что именно так все происходит потому что это в целом полностью укладывается те тенденции и тренды которые мы ранее прогнозировали и в данном случае я думаю что те уровни которые сейчас достигнут это точно еще не предел я предлагаю сегодня посмотреть на евро как эталон рынка форекс еще можно взять золото которое мы давно не разбирали ну и в целом также можно посмотреть и нефть продолжать переписываться на грех не максим так давай тогда к демонстрации рабочего стола и нет на связи до нам не просто периодически прерываться будет это не обращай внимание да я понял хорошо что картинку потушил так точно есть больше шансов сохранить соединение стабильно так ну что сейчас друзья на ваших экранах пары евро доллар котировки 1 1638 если мы будем соотносить то что происходит с евро с 8 доллара понятно при текущем прессе на индекс американской валюты но если не брать в расчет последний свечку и то что канадьярской сессии доллара котировался в районе 93 50 я друзья абсолютно уверен что такая тенденция сохранится и дальше по доллару поэтому считаю что риск будет тем самым сектором финансовых рынков которые выигрывают от этого евро сейчас моменте корректируется зеркальное отражение того что локально происходит с долларом но сильно это снижение точно и долго не продолжится я думаю что вот в рамках вот этого на треугольника который нарисован мы можем рассчитывать на сейчас локальный уход пары в район 1 16 20 где-то там уже снова покупать в расчете на движение к отметке 1 17 здесь не хочется даже сейчас говорить непосредственно про на фундамента связанные с именно европейской валюты какие-то отчеты они не имеют значения сейчас ведущая сила этот доллар но евро в целом будет еще на мой взгляд интересен качестве валюты фондирование из-за сохраняющейся разницы процентных ставках потому что если попробовать порассуждать перспективы кварталов то скорее всего фрс будет первым регулятором если сравнивать и цбф и американский регулятор то есть европа и сша фрс будет первым регулятором который ужесточит политику и соответственно это скажется на курсе европейской валюты что касается рынка нефти здесь можно просто даже перечислять факторы по которым из-за которых нефти сохранить восходящий тренд это всем известный уже кризис топливный энергетический последние опять же надежды которые для продавцов были связаны с тем что россия значительно увеличить поставки газа на территории европы это несколько снизить эти опасения которые ранее присутствовали что момент начала активного зимнего сезона серия просто не будет но у россии есть определенные условия эти условия со ссылкой на блумберг упираются в разрешение одобрения регуляторов на перегон этого самого газа через газопровод северный поток 2 против которого активно выступать представители и многих европейских иностран поэтому конечно же кризис разрешить но я не думаю что это произойдет самое ближайшее время сейчас можно по-прежнему ставить на дефицит сырья и неспособность тех кто может удовлетворить этот спрос и покрыть этот дефицит сделать опять же ближайшее время опек это отдельная тема участники энергетического факта реально могли бы сейчас повлиять на тренд сломать его просто выйдя с объявлением с комментарием о том что они увеличивают объемы добычи сокращают и снижают темпы прежнего сокращения но опек не приняли такого решения по-прежнему действует в рамках прежних договоренностей более того даже не выполняют эти условия по росту добычи которые были согласованы ранее потому что прошлом месяце процент соблюдения сделки по сокращению составил 115 процентов это значит что страны опеку увеличили добычу меньше чем на 400 тысяч дефицит это прям первая вторая третье четвертая пятая причина по которой рынок нефти сейчас на таких высоких уровнях и скорее всего там и останется запасы которые вышли вчера и запасы нефти бензина снизились вот еще один позитивный фактор и слабый доллар поэтому друзья очень хорошая точка входа может быть в районе 84 доллара за баррель это как раз еще уровень который связан с границей нижней границы восходящих каналов там скользящие средние 137 периода присмотритесь к нему думаю что оттуда может последовать дальнейший рост целям сити и бенков америка на отметке 90 долларов за баррель так и что касается золота сейчас тоже движемся в рамках треугольника быстрой победы покупателей не получилось то есть когда копировки снова вылетели в районе 1800 долларов за тройскую унцию но еще не вечер я думаю что можно пересходить в ланги то есть открывать для тех кто еще этого не делал поближе к уровню 1770 1775 такой диапазон выкупать с целями движения в районе 1800 и основная опять же причина это все-таки сохраняющийся прессинг на доллар который на мой взгляд продолжится потому что все больше сомнений в том что фрес концу этого года пойдет на сокращение программы количественного смягчения и впоследствии на повышение процентной ставки в середине следующего года короче тренды продолжаются друзья на коррекцию особо не обращаем внимание думаю что по тем активам которые я только что назвал нас ожидают обновление тех экстремальных таких уровней которые мы тестировали последние дни как гений слова тебе хорошо сейчас включаю демонстрацию надеюсь вытянет хорошо видно да по идее касательно евро ну вообще в принципе если вот я тебя послушал и если взять целом все инструменты которые только что ты озвучил евро золото и нефть то я абсолютно ним согласен я точно такой же сценарий основной то есть я евро еще сначала этой торговой недели держу в покупках от 1 16 20 не исключаю что цена может попытаться еще раз протестировать эту область это зона покупателя она совсем небольшая но в принципе ее тест вполне возможен но в целом стратегически я бы сказал что у нас реально такая более менее значимая цель хотя будут на эту неделю возможно на следующую затронут это 1171 1750 вот это такая вот промежуточном ближайшем потому что я стране из вариант что вот вся долгая нудная коррекция которая у нас формировалась еще с начала года что она подходит своему логическому завершению если это действительно так то это будет конечно супер потому что возможности и потенциалы для покупок вы просто огромны что касается золото то же самое у меня сценарий сделан и только единственная цели чуть более амбициозно но пятки это даже цели не средний срок а такой кратко средний срок потому что если например брать где-то конец года то по опционам вообще никак ситуации не поменялось то есть по-прежнему крупняк то есть это и банки и фонды ожидают как раз движение в район двух тысяч долларов за баррель альза король за унцию и таким образом я ближайшие цели для себя разметил как фиксацию половины на 1800 о котором тоже сегодня говорил и остаток в районе мне 1830 поэтому заранее вот сюда поставил тэйк поэтому золото у меня точно также восходящая думаю что если даже коррекцию какую-то дадут это у меня примерно тоже 1775 получается потому что здесь у нас как раз находится ключевой профиль на накопление текущей недели и если дадут коррекцию то возможно для дополнительных входов я лично дополнительно входить не буду потому что у меня уж покупки если буду просто удерживать но тем не менее сама ситуация как бы мне в принципе нравится мне действительно нравится по золоту поэтому буду просто покупку удерживать если вдруг произойдет что такое из ряда вон выходящие пробьются там эту зону как-то ниже все равно буду рассматривать сделки исключительно на покупку что касается нефти нефть у меня марки в этой вчера очень неплохо вверх вот скаканула но это пятки в моменте внутри дня было и в целом ожидаю что хотя бы протестирует область в районе уровень в районе 85 это для начала потому что на там находится на данный момент опционная опционной границы недели и плюс еще и контрольная маржинальная зона от нее уже могут так более-менее уйти вот в коррекцию снова к вчерашним минимумом здесь вот даже стоит у кого-то крупного рыночного участника большая достаточно лимитка вот даже хорошо видно сейчас попытаюсь нажать и чтобы показала вот 6 ордерах сколько было 928 лота то есть на самом деле весьма существенная заявка и потом снова на продолжение вверх уже как раз вот в область 90 91 примерно так это общая схема потому что естественно в процессе будет все это детализироваться то есть там какие-то коррекции чуть глубже какие-то чуть меньше но в целом то есть общая стратегическая направленность я думаю будет плюс минус примерно такая же поэтому сейчас в моменте мы видим коррекцию как раз она подходит к области поддержки то есть где-то 82 с половиной еще могут запросто откорректировать но затем все-таки жду до бой повыше потому что вчерашние объемы которые заходили это сейчас как опорный объем для покупок они достаточно сильные поэтому я с тобой полностью согласен и по нефти только действовать а у тебя бренд у меня марка в тайну общей корреляции у них все равно в одном столе также вот по золоту у нас чтобы тоже одно видение ну и по евро в принципе я думаю видно по направленности сделок то есть куда еще самого начала недели рассматривают движением поэтому тут у нас с тобой полная корреляция да отлично это всегда радует конечно же потому что приятно фундаменталисту получать и подтверждение технические наоборот друзья несколько точек зрения мы вам озвучили конечно же финальное решение безусловно за вами потому что прежде всего на вас лежит ответственность за те торговые решения которые принимаете мы с денисом продолжим вам помогать быть принять этих решений и как минимум делиться информацией и не тех хорошего закрытия недели классных выходных и до скорой встречи уже встречи спасибо тебе давайте тоже спасибо до скорых встреч пока личные герки пока пока